так а теперь самое интересное пришел посылкин радиатор для субарика посылкин так как же открыть чтобы потом тащить это короче сайта карбонус.ру причем ребята заморочились они даже сняли видос упаковки такая двойная упаковка вот так это у нас радиатор на легасе первого поколения у нас цельно алюминиевый цельно сварной без пластиковых бачков в комплекте идут такие для коробки автомат патрубки у меня коробка механика мне они на щек не нужны плечи в руку и луку отца мы сейчасratка что ли только всё что ли колоснявый главное чтобы он по высоте мне подошел потому что у меня старый лего си первого поколения у него высота отличается от следующего вот следующие они вот такие вот на 600 что-то там 65 а у меня на 635 высота или вернее на 36 ну короче на 3 сантиметра от второго поколения отличается так прикольно там идет трубочка турбулизатор какой-то даже интересно надо будет это наверно все равно накрутить чтобы грез туда не попало так здесь резьбовая чтобы сверху прикрутить планку для держателя и здесь будут прикручиваться к той планке для держателя которые сверху будут вентиляторы к ней и снизу еще одна планка будет планку будем использовать родную так а тут у нас заусенцев нигде нет еще четенько здесь спускничок для воздуха должен быть резиночкой здесь спускничок для спуска если в антифриза здесь вот тоже футор очки круч варен и так прикольно у него толщина толще у него 20 миллиметров а у меня 1 16 не родного за глаза у меня не турбовая простой вот этот называется радиатор тадаши а есть для турбового тоже такой же только у него вот этой горловины нету у него там просто секель это вот на той стороне сделан ничего нету у него по по-другому заправочная так но это мы поставим чтобы они не потерялись патрубки наверно и соединим их шлангом заглушим вдруг чего-нибудь надо будет для коробки автомат для охлаждения гидравлики теплообменник сделан вот сейчас на современных двигателях теплообменник хреновый делают они ставят на коробке такая бочка алюминиевая она может течь а это нифига эта штука вечная зальемся посмотрим поставим похож на оригинал ну такой который нужно со старого снимем вот эти железяки сюда прикрутим потом к ним крепится вентиляторы уже хорошая фирма сделано добротно всего-то семь с половиной тысяч я офигел когда увидел и это думал десять тысяч на будет стоить не меньше а история такая я короче у меня 30 лет машине радиатор контрактный ему тоже 30 лет он короче побежал побежал потому что я его ни один раз он закипел расширитель я короче взял герметик радиатора это гудир или какой-то блин я вот фирмы и который производитель короче залил и у меня забила робо радиатора и печки и этот основной я так ездил я еду я думаю что за фигня меня вентилятора постоянно работает смотрю валина у меня радиатор то вообще нету у него продувание я его вскрыл родной радиатор эти пластиковые бачки отсоединю и увидел что там всего четыре соты на просвет видать остальные все забиты и забиты клейки такой массой какие-то циррлозные волокна бумаги с клеем герметик радиатор который заливал еще пыль медная стружка везде ну я давай снял проволоку от гардины и ей старым щупом еще какой-то другой короче шампалил я шампалил оригинальный радиатор алюминиевый и потом я взял силиконовый герметик для аквариумов ну который усом пахнет и на него собрал назад пластиковые бачки и я так еще уже 10 лет и он все равно потек в углах я замазал еще раз снаружи где углы вот во всех четырех углах где завальцовка самих алюминиевых пластин теплообменных в эти в торцевые фланцы и там он потек и я на сантиметр туда герметозы навалил у меня три угла загерметизировались а четвертый никак я так езжу меня потихоньку пованивает и потеет он ну у меня пробка с кнопкой кстати сейчас новую пробку с кнопкой оказал пришла у меня пиаа кнопка пиаа 53 с на давление 0 9 вот это японская пробка очень хорошая так что всем рекомендую там можно кнопку нажать и давление снимется вот вам всем совет если вам допустим куда-то ехать надо на дальняк а у вас что-то случилось или помпа потекла прям ручьем потекла и ехать надо можно снять резинку с пробки нижнюю который на клапане ехать и потихоньку не крутив двигатель ехать дальше она не будет течь я так больше тысячи километров ездил пока помпу не покупил так что вот вам всем советы ну а мы порадуем нашу ласточку новыми детальками всем пока до новых встреч в эфире фирс вячеслав